Всем привет! С вами Андрей Полховский и Мир Путешествий! Если вы скоро едете отдыхать, вам будет полезно знать о некоторых элементарных вещах и правилах поведения за границей. Если вы покупали тур в турагентстве, то вам выдадут пакет документов на руки, в котором есть такой документ, как памятка туриста, который отличается в зависимости от страны назначения. Я же хочу вам рассказать сегодня о своих личных рекомендациях и советах, которые вы не прочитаете ни в одной памятке туриста. Итак, номер один. Отмечайте свой багаж. Для этого существуют всяческие бирки, ленточки, либо просто подписывайте его. В самолете в среднем 180 мест. Соответственно, 180 чемоданов будет лететь вместе с вами в багажном отделении. Есть большая вероятность того, что некоторые чемоданы окажутся одинаковыми. После выгрузки из багажного отделения все чемоданы находятся на общем транспортере. Среди всех вы должны найти свой. И ваша задача облегчается, если ваш багаж отмечен. Вы сможете его узнать издалека. Номер два. Не пейте воду из-под крана в чужой стране. Вы никогда не знаете, какое качество воды в кране, поэтому используйте только бутилированную воду. Номер три. Не покупайте сувениры в первый день своего приезда. Это поможет вам сэкономить, так как к концу вашего пребывания вы будете легко ориентироваться на местности и знать, что, где и почем. Номер четыре. Если что-то не так, не кричите и не высказывайте свое недовольство. Помните, что улыбка и вежливое отношение открывают гораздо больше возможностей, чем грубое отношение. Номер пять. Имейте с собой всегда валюту страны пребывания. В некоторых странах вы не сможете ничего купить ни за доллары, ни за евро, только за местную валюту. Кроме того, я рекомендую вам иметь еще и мелкие купюры. Это очень важно, потому что у некоторых продавцов может не оказаться сдачи, и ваша покупка может сорваться, либо вам придется заплатить за нее больше, чем она стоит на самом деле. Что касается денег, еще бы я рекомендовал вам избегать крупных купюр. Однажды, таким образом, я чуть не остался в аэропорту, потому что во всем аэропорту я не нашел возможности разменять крупную купюру, чтобы получить сдачу. Поэтому, кроме наличных денег, я бы порекомендовал вам иметь еще и банковскую карту с некоторым запасом денег на ней. Номер 6. Одевайте и используйте удобную одежду и обувь, особенно если вы едете на экскурсию. Помните, что вам предстоит очень много ходить, как правило, все экскурсии, они предполагают много передвижений, поэтому вам должно быть максимально удобно. Туфли на высоком каблуке оставьте для вечернего похода в ресторан. Номер 7. Если вам нужно быть постоянно на связи, используйте сим-карты местных операторов. Это гораздо выгоднее и удобнее, чем использовать роуминг. А главное, дешевле. Если вам нужно быть постоянно на связи, я бы не стал рассчитывать на Wi-Fi в отелях. Он часто бывает нестабилен, может быть платным и низкоскоростным. В некоторых случаях вам понадобится даже много времени, чтобы отправить элементарное сообщение по Viber. Эти универсальные правила действуют практически в любой стране. Если вы их запомните, я думаю, что они смогут сделать ваше путешествие легче и лучше. Я надеюсь, мое сегодняшнее видео было полезным для вас. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписались. Живите ярко, путешествуйте легко. С вами был Андрей Полховский. Всем пока!